Популярный блогер За окнами осень, холодно, ветрено. И в такую погоду, как бы банально это ни звучало, хочется, завернувшись в теплый плед, поставить рядом чашечку хорошего кофе, а в руки взять книгу. У меня их сегодня целых две. Хочу сразу сказать, что это никакие не шедевры мировой литературы. Их автор не лауреат громких литературных премий. Но его уже называют современным Зощенко. У него очень хорошее чувство юмора. Говорят, у еврея можно отнять все, кроме чувства юмора и самоиронии. Попробуем в этом убедиться. Настоящее разочарование – это когда дружишь с человеком, душу вкладываешь в огонь и в воду, так сказать, с ним, а его раз – и увольняют с важного поста. Или вот, прям картинка из жизни. Как трогательно смотреть на парочки в кафе. Целуются, но кладут телефон на экрану вниз, а уходя в туалет, забирают с собой. А вот это мне особенно нравится. А мне одному иногда кажется, что некоторые адепты толерантности не прочь посадить на кол всех, кто в их понимании недостаточно толерантен. Все это Александр Цыпкин. Три года назад он выпустил свою первую книжку «Женщины непреклонного возраста и другие беспринципные истории». Она сразу стала бессилером и держится в топ-20 лучших за эти годы до сих пор. До Цыпкина этого сделать не удавалось никому. А спустя еще два года вышла вторая его книжка «Дом до свиданий» и «Новые беспринципные истории». В этих двух томиках собраны яркие, иногда неожиданные, трогательные, очень смешные, иногда даже хулиганские истории о нас и о нашей с вами жизни. Я уверена, что вы обязательно полюбите эти книги и их автора и будете смеяться иногда до слез, искать судорожную трубку телефонную, чтобы позвонить друзьям и целыми кусками зачитывать отрывки из этих книг. А отсмеявшись будете грустить, а возможно даже плакать. Со мной это не раз происходило. «Очень часто в жизни бывает так, ну неминуемо, что мы теряем близких людей. А потом очень долго не можем простить себе, что не успели сказать каких-то очень важных слов и признаться в любви. Меня очень тронула одна фраза. В Цыпкина рассказ называется «Томатный сок». Это история такого балбеса из хорошей питерской семьи и его бабушки. Бабушка умерла. А он, как всегда, пронадеялся, что будет завтра, он ее еще сумеет повидать, но, увы, не случилось. Бабушка ушла. И он, наконец, в это поверил, как и в то, что больше никто и никогда не будет любить его так сильно. Тогда я понял, что когда умирает близкий человек, мы в одну секунду испытываем боль, равную всему теплу, какое получили от него за бесчисленные мгновения жизни рядом. Это такая правда жизни. Поверьте, когда вы перевернете последнюю страницу, вам обязательно захочется отдать эти книги в хорошие руки. И даже если начальник застанет вас на месте преступления, не пугайтесь, объясните ему. А даже ничего не объясняйте, просто подарите ему эти два томика. Он обязательно поймет и простит, потому что вы поделитесь с ним очень сокровенным своими эмоциями, своим настроением и своим удовольствием от хорошей книги. Я с нетерпением буду ждать выхода третий, а если я вас умела убедить, надеюсь, будем ждать вместе. Итак, Александр Цыпкин и две его книги «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий». Рекомендую. Рекомендую.